Военную тему с Иваном Керечевским, экспертом Дефенс Экспресс, одного из ведущих аналитических центров Украины об армии и военной промышленности. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Иван, мы с Сергеем Брачуком поговорили о ситуации в Одесской области. Самая горячая точка все-таки остается, безусловно, это восточное направление, именно Лисичанск. Какая там сейчас информация, вам сейчас известно на данный момент? Ну, здесь мы можем опираться только на ту информацию, которая есть в открытых источниках. Но можем назвать так, что ситуация там сейчас 50 на 50. С одной стороны, есть сведения, что русские клубанты уже смогли захватить некоторую часть Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Но там своя специфика географии, что как бы вот выходит, что все... Назовем это так, что даже если кажется, что захватили завод, вот здесь все-таки в расчетах по обороне Лисичанской не было ставки, что наши войска будут там удерживать некую промзону, все-таки будут опираться на господствующие высоты в этой местности. Другой стороны, есть приятный бонус, он состоит в том, что, как там, воздушные силы читались в том, что за прошедшие сутки выполнили минимум 10 ударов по русским оккупантам именно в районе Лисичанска. Там удары по бронетехнике, по пунктам до заправки топливом, по логистическим пунктам. Словом, наша боевая авиация работает с максимально возможными усилиями, чтобы сорвать наступление оккупантов именно в этом районе. Но, судя, здесь можно построить некоторое предположение, что раз уже так нас случилось, что именно в этом районе расисты заблаговременно пытались разрушить промышленную инфраструктуру, и есть некоторые признаки, что россияне уже пытаются взять в кольцо Лисичанск, что там бои могут быть более даже напряженнее, чем на северо Донецк. Поэтому, с одной стороны, здесь нам только остается, что полагаться на мощи силы, вооруженных сил Украины. С другой стороны, следует быть более строжными разным вбросам, которые могут там вбрасывать русские. Например, что они там что-то захватили, взяли, окружили и тому подобное. Потому что здесь опять проявляется тактика, когда россияне свои недостатки, свои провалы на поле боя начинают компенсировать вбросами. Но информационная война у них все-таки, к сожалению, получается лучше, чем классическая война на поле боя. Иван, что известно по ситуации в южных направлениях, в частности, Херсонская, Запорожская области? Понятно, да, я слышал, просят особо не комментировать успехи украинской армии, но все же там известно об освобожденных каких-то селах. То есть, в целом, как вот там развивается ситуация? Ну, здесь мы можем только, знаете, скажем так, очертить некоторую стратегическую рамку. Еще некоторое время назад было сообщение о том, что русские оккупанты уже строят укрепления на админгранице с временно оккупированным Крымом. Там Каховская гидроэлектростанция и подобные объекты. И что уже как бы указывает, что россияне, назовем так, морально готовятся к тому, что им придется здесь отступать. То, что может касаться там, например, запорожеского направления, что если там россияне активизируют обстрелы гражданской инфраструктуры, то значит, они могут пойти в наступление. На самом деле, похоже, что здесь ситуация немного иная, что россияне обстреливают гражданскую инфраструктуру как раз для того, чтобы сдержать наши возможные контрнаступательные действия в этом регионе. Поэтому, ну и знаете, здесь можно сделать еще такую поправку, почему наши военные просят молчать, ну то есть сохранять молчание в соцсетях по поводу операций на юге Украины. Как-то так вот сейчас у них получилось, что как-то все, основную массу своей артиллерии по количеству стволов они сосредоточили на востоке, как раз на юге они оставили дальнобойные системы. Например, дальнобойные системы типа Пион, которые там имеют калибр 203 мм, могут стрелять на дальность 30 км обычным фугасным снарядом. Даже 30 км, это, к сожалению, не то расстояние, которое наши войска могут пройти сейчас за сутки, за двое. Поэтому, знаете, чтобы не подставлять войска под такое мощное оружие оккупантов, лучше иногда, на самом деле, как там. Даже если какая-то новость, воздержаться от ее публикации пока нет официальных источников. Иван, хотелось бы вернуться к острову Змеины. Насколько это была тактически и стратегически важная победа украинской армии? И кто теперь будет контролировать остров? Должны ли туда попасть украинские войска? Как ситуация будет развиваться в этом направлении? Ну, скажем так, я бы избежал такой постановки вопроса «Должны ли?», потому что здесь принимать решения будут все-таки вооруженные силы, там именно военно-морские силы, командование морской пехоты, другие составляющие сил обороны. В чем стратегическое и тактическое значение? Ну вот, во-первых, позволю себе не согласиться с оценками института исследования войны, которые заявили, что это якобы не приведет к разблокированию портов. Но все-таки остров Змейный – это важная точка на судоходных маршрутах от большой Одессы к Стамбулу, поэтому раз россияне уже не контролируют эту точку, и уже там нет их ударных систем, это уже важный шаг именно к разблокированию нашего морского судоходства. В чем была стратегическая победа? Она, знаете, состояла в том, что наши вооруженные силы ярко показали, что до войны считалось, что вооруженные силы РФ, военно-морские силы, якобы способны проводить какие-то крупные логистические операции, что не якобы способны проводить десантные операции, что как там, то, что там языки западных военных называются экспедиционные операции. Как оказалось, россияне этого всего не умеют. И здесь вот даже в плане войны на море, назовем это так, во глазах НАТО, отпал один такой большой противник в лице Российской Федерации. Как оказалось, Россия на море воевать не умеет, потому что даже как-то... Ну, это, конечно, было понятно и после потопления крейсера «Москва», который теоретически был непотопляем. Но после того, как просто серии ракетных ударов россиян выбили из важной точки для контроля судоходства, это фиасковые на морской мощи России в Черном море. Иван, вот еще про один провал российской армии в море, в войне на море. Под Мариуполем на мине подорвался десантный катер Российской Федерации. Это как? Они не знают, куда они свои мины ставили? Или это, возможно, какая-то диверсия сбоку со стороны украинской армии? Ну, судя по всему, не знают, куда они ставили свои мины. Ну, вот как-то вот так. Они как-то там хаотически действовали, судя по всему. И даже координация даже по каким-то наземным, во время наземных операций россиян отсутствовало. Судя по всему, даже по плане военно-морских операций там тоже отсутствовало. Поэтому выходит, что там какая-то часть ВМФ равнобросала мин, а другая часть, которая должна была доставить какие-то ресурсы в порт Мариуполь, об этом просто не знала. В результате как-то на ровном месте сами же оттопили свой новейший десантный катер. С чем мы их и поздравляем. Иван, вот есть еще, периодически появляется информация об обстрелах Черниговской области, Сумской области, там приграничные, как правило, эти все происходят ситуации. Как правило, украинские войска не отвечают. Вообще, как можно избавиться, скажем так, от этих обстрелов, то есть обезвредить, грубо говоря, вот эти вот постоянные... Понятно, что они там много разрушающие, но тем не менее от их обстрелов страдают и мирное население, и села, которые там находятся. Знаете, считается как бы так, что вот если, что Запад дал такой гласный или не гласный запрет не применять оружие, там, ракетные установки, артиллерийские там установки для ударов по, собственно, территории Российской Федерации, которая там, ну, вообще в признанных границах. Но, судя по всему, как там, знаете, иногда шутят, что кто-то там неудачно покурил возле складов боеприпасов. Вот наши там силы сопротивления, или, скажем так, просто неизвестные патриоты, как раз в таких вот случаях и применяют меры, чтобы россияне больше не обстреливали наши приграничные районы или, как минимум, минимизировали обстрелы. Но, хотя, с другой стороны, есть, конечно, такой фактор, что россияне иногда обстреливают приграничные города и села Сумской области из боевой авиации. Но здесь, к сожалению, нам просто объективно не хватает переносных зенитно-ракетных комплексов, чтобы эти все там самолеты, вертолеты сбивать. Иван, а вот вы, кстати, вспомнили об иностранной помощи. Вот появилась информация, что Италия предоставит такую же тяжелую артиллерию, как и Германия, и Нидерланды. Какую именно не уточняют, это секрет. Ну, можно ли утверждать, что речь идет о Панцергаубице 2000, потому что наши уже украинские войска ее используют, они уже на ней обучены, как говорится. Ну и, по-моему, на вооружении, опять-таки, вот этих трех стран она, опять-таки, есть. Ну, мы можем предполагать здесь, потому что там, как бы, такая была специфическая формулировка, что именно такие же ресурсы, как Германия и Голландия. Потому что, знаете, с другой стороны, если Италия решит ограничиться тем, что она нам предоставит какое-то крупное количество просто снарядов калибра 155 миллиметров, это нас существенно выручит. Потому что, как бы, сама идеология применения артиллерии натовской образца, она приводится к тому, что там не переиграть противника количеством стволов, а перестрелять, буквально говоря, противника точностью стрельбы снарядов. И здесь, знаете, как бы, чем больше боеприпасов, тем лучше. Потому что, как бы, еще некоторое время назад было там оценки, что на снарядов есть буквально там на полтора-два месяца интенсивной артиллерийской стрельбы. Соответственно, чем больше будет даже просто снарядов, тем лучше наши перспективы на фронте. Иван, вот министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что около тысячи украинских военных сейчас проходят обучение в Европе. Мол, предупредил Российскую Федерацию, мы быстро учимся, ждите. На каком оружии, как вы думаете, может, вы знаете, проходит обучение украинской армии сейчас в Европе, и как это потом изменит расстановку сил на фронте? Ну, по некоторым данным, с открытых источников, переучивание происходит там, то есть на те же там системы М142 «Хаймерс», на те же там ракетные системы М270, происходит там переучивание на гаубиц калибра 105 мм по некоторым обозначениям L118 или L119, как бы источники, как бы разные там индексы приводят. Ну, грубо говоря, происходит обучение для применения большого количества артиллерийских систем, которые должны там в некотором периоде создать такой вот перелом, причем, знаете, перелом во всех смыслах для русских оккупантов. Например, если у нас будет больше «Хаймерсов» уничтожать командные пункты, логистические там тоже склады, но как-то в какой-то момент россияне могут казаться неспособными, в принципе, проводить какие-то наступательные или штурмовые действия. Вот это и будет перелом. А вот подготовка украинских пилотов на истребители F-15, F-16. Сколько времени нужно, чтобы научиться умело пилотировать таким истребителям? Знаете, как бы, с одной стороны, приведить здесь какие-то нормативные показатели, в принципе, дело неблагодарное. С другой стороны, как бы, наши военные сейчас всему миру показали, что если происходит какая-то критическая ситуация, если есть ситуация экзистенциальной угрозы, нужно срочно освоить вооружение, то здесь, как бы, подготовка может ускориться существенно и в разы. Поэтому, знаете, давайте как-то... Подождем. Да, подождем, оставим, в том числе, как бы, нашего противника в неведении. Пускай он сильно удивится, когда увидит наших пилотов на F-15 с познавательными знаками вооруженных сил Украины. Да, но все равно процесс переучивания именно пилотов, истребителей, он значительно больше и длительный по сроку, чем, например, опять-таки, артиллеристов. Да, то есть это, ну, это значительно больше времени. То есть вопрос уже, ну, почти там около года. А понимаете ли, просто в чем специфика ситуации? Подобные намеки, там, по поводу переучения, министр обороны Резников отпускал еще в апреле. Как бы, понимаете, просто мы сейчас, как-то, сделаем такую поправку, что любые, все, кто сейчас пытаются комментировать какие-то темы, там, эксперты, ведущие, они находятся в такой специфической ситуации. С одной стороны, как бы, ну, надо заниматься разъяснительной работой, с другой стороны, как бы, и не подставить вооруженные силы. Как бы, концепция, например, что наши, там, бойцы могут готовиться в Англии, она возникла не просто так, а потому, что обезопасить их от удара. Так, следовательно, что, мол, есть ли сейчас, нам еще кажется, что, мол, нет подготовки пилотов на истребители, и это еще далекая перспектива, это не значит, что наши пилоты где-то не учатся. Это значит, что об этом не спешат говорить. Спасибо, Иван, да, вот соблюдая вот этот вот режим секретности, все-таки пытаемся рассказывать, показывать. Спасибо, Иван, что вы нам это все рассказываете. Иван Кричевский был с нами на связи, эксперт Дефенс-экспресс. Да, всего доброго, Иван.